Я сегодня постараюсь максимально сжато обозначить основные стратегические и тактические моменты для приведения одного из наших крупных клиентов к их светлому будущему, отталкиваясь от их текущих глобальных вызовов и задач и с фокусом на java microservice и именно на amazon и мой доклад в принципе будет разделен на четыре основных раздела первое это краткое введение в общий контекст то есть кто собственно кем является клиент без названий конкретных имен вот что именно он хочет чего именно хочет добиться и от чего он сейчас отталкивается вот после постом мы перейдем к татагической части то есть такие глобальные архитектурные принципы того что мы хотим для них построить что плавно перетечет некие тактические моменты более приземленные более близкие к разработчикам которые вытекают из этих общих стратегических принципов и в конце немножечко поговорим про то чем мы хотели бы еще дополнительно заняться в обозримом будущем какие перспективы этого всего в дальнейшем могут быть так и кто это кто наш клиент это одна из старейших мировых фондовых бирж и как как следствие этого это достаточно крупная известная организация и это даже не одна какая-то биржа это целый конгломерат его сообщества бирж которые еще к тому же уже не совсем фондовые потому что они сейчас находятся в таком турбулентном состоянии такой турбулентной стадии своего развития они выходят на смежный рынок торговли валютными парами с одной стороны то есть это касается как застрадивает как общий бизнес так естественно и айти и дополнение к этому они еще и стартовали масштабную цифровую трансформацию которая себя включает глубокую модернизацию их критически важных систем и миграцию этих систем в облака то есть не только amazon и в принципе все известные распространенные облачные провайдеры на фоне этого всего еще важно понимать что как любая финансовая организация наш клиент является субъектом жесточайших регуляторных требований мониторинга и этот домоклов меч он действительно диме принципе постоянно и как так как он носит на диме то он также и висит под нами как компании подрядчика дата арт которая делает для них собственно эти инфраструктуры и компания важные компоненты и системы то есть об этом никогда нельзя забывать этого диаграмма она призвана немножечко обозначить масштаб трагедии в плане текущего состояния вещей то есть каждый квадратик здесь это отдельно стоящая система как правило эти схемы достаточно масштабные большие со своими базами данных компонентами и прочей атрибутикой именно к сожалению должен был заретушировать чтобы не нарушать соглашение конфиденциальности но в принципе общее понимание должно появиться хотя это не вся картина далеко а только небольшая ее часть именно касательно что ближе к нам на нашей текущей программе вот но общее понимание все равно должно появиться то что чем мы имеем дело чего мы сейчас подходят отталкиваемся наши наши текущих активностей вот детальнее поэтому да было понятно что это большое количество системы эти системы как правило базируется на уже устаревших технологических стеках они находятся в собственных центрах клиента они между собой очень тесно и переплетенно взаимосвязаны и все способы этих интеграций этих взаимосвязей зачастую довольно архаичны начиная от обмена файлами в обычном режиме и заканчивая просто вот походами в базы данных смежных систем либо через тот же gdbc-odbc либо через приприетарные механизмы типа гибберингов вот это еще усугубляется тем фактом что зачастую отсутствуют четкие зоны ответственности между системами за определенные наборы данных определенный функционал и как следствие этого имеет место быть дублирование и рассаждение данных то есть одни и те же сущности могут присутствовать в разных системах в разном виде иногда и с разной степенью актуальности что с этим предполагается всем делать как мы будем это все улучшать то есть общее направление таково что все бизнес-критически важные системы будут мигрировать обыгрывать смигрированы в облака и попутно глубоко модернизированы вплоть до полного переписывания на современный технологический стек используемся в современных шаблонах интеграции установка четких зон ответственности этих систем за определенные данные то есть у каждого типа данных набора данных будет свой единственный владелец и другие системы которые эти данные так или иначе используют будут ходить именно туда за ними и никуда иначе не будут себя и кешировать там как-то или еще один дублировать и так далее то есть это такое глобальное направление какую сторону это все движется из этого всего исходя были сформированы согласованы с клиентом некие основные такие глобальные архитектурные принципы которые я сейчас расскажу для тех систем которые будут мигрированы и для тех систем которые будут построены с нуля то есть это тоже сейчас происходит вот изначально так как мы ориентируемся на облака то есть все мигрированные новые системы должны быть рожденные для блоков это мой увольный перевод английского термина cloud native то есть они должны быть полностью адаптированы под развертывание и использование в облаках на облачных технологиях при этом мы не зацикливаемся на каком-то одном из известных облачных провайдеров а ориентируемся на большую тройку amazon google cloud и ажур то есть есть проекты в основном сейчас на амазоне в рамках этой программы но также уже обозначенный проект на ближайшее будущее в том числе и в ажуре gcp здесь затронуть частично и к этому приду немножко позже google cloud естественно что так как приложение эти системы будут развертываться на облаках то идеальным кандидатом для архитектуры таких приложений является микросервис а естественно что есть и случай где микросервисная архитектура не подходит но это не наш случай то есть все что мы с чем мы имеем дело это будет именно микросервис вот при этом естественно будем использовать классические подходы и методологии к проблеме для этого типа архитектуры которых я не буду рассказывать дополнение к ним мы вынуждены еще столкнуться с такой проблемой как поддержка так называемой multi-tenancy то есть сожалению для этого термина я не знаю по крайней мере я лично не знаю адекватного русского перевода поэтому попытаюсь сказать на пальцах то есть tenant в английском языке обозначает термин схоже с термином клиент но это не совсем клиент в обычном понимании это можно сравнить с клиентурой например аудиторских фирм аудиторская фирма и ее клиенты другие организации либо частные лица для которых она выполняет достаточно однотипные задачи и управляет данными этими этих клиентов достаточно с однотипных структурах при этом сами данные жестко разделены между собой данные клиентов не пересекаются никак они имеют только общую структуру и каждая запись каждый файл он должен принадлежать конкретно какому-то клиенту они не могут быть там собственностью или относиться к нескольким клиентам сразу это все жестко регламентируется и разделено структуры экспансов при этом очень схожие либо даже одинаковые нашем случае такими клиентами выступают собственно биржи которые входят в конгломерат клиента вот они являются самостоятельными бизнес единицами и отличие от классических multi-tenant систем в том что несмотря на то что они эти это все биржи и они схожие между собой между ними могут быть существенные различия эти различия могут также затрагивать как структуры данных этих этих бирж таких функционал которые для них необходим то есть этим это тоже надо будет учитывать следующий аспект из этого списка это унификация интеграции так как я уже говорил что сейчас существуют различные подходы и они не оптимальные и архаичные поэтому мы договорились использовать два основных способа интеграции будущих систем для взаимодействия типа запрос ответ используется классический rest вот с определенным дополнительной стандартизации дополнение к тому что собственно сам rest как конвенция предписывает еще есть внутренняя дополнительная стандартизация некоторых аспектов а для широкополосного обмена данных используется кавка но не просто кавка которая со стандартной топологией то есть стандартный набор топиков для определенных типов данных которые должны публицироваться для определенных контекстов публикации и жестким синтезированным форматом сообщений это касается и самой полезной нагрузки и также самой системной структуры этих сообщений как они появляют это не попадают кавку и представлены там дополнение к этому мы пришли к тому что эти два подхода можно дополнить и объединить друг другом таким образом что те же самые структуры данных которые используются на rest интерфейсах сервисов и используются и для публикации в кавку то есть полезная нагрузка содержит ту же самую структуру что и соответствующие точки вызовов rest интерфейса то есть там данные одни и те же данные будут и там и там представлены грубо говоря одинаково мало того существует специальный режим работы rest интерфейсов с помощью которых можно форсировать публикацию данных которые обычно эти интерфейсы предоставляют запрашивающей стороне форсировать публикации эти данные в капку то есть не возвращает данные а просто публикует их соответствующий топик таким образом можно например запрашивать данные по расписанию публикацию либо если какой-то в случае данные на кавке нужны более старые данные на кавке есть более новое но уже более старые вот это можно сделать публикацию этих более старых данных можно запросить с помощью такого вот следующие важные тоже вещи аспекта это унификация и авторизации то есть пользователи пусть и сервисы которые мы разрабатываем большинстве своем пользовательской то есть они работают с пользователями как внутренними пользователями клиента так и с внешними пользователями используя клиентов нашего клиента и для частности внутренних пользователей была разработана и уже внедрена частично такой механизм как использование корпоративного active directory в качестве единственного источника данных о пользователях их идентичности и их правах в ролях системе в целом в организации клиента и того что конкретно они могут делать в том или ином приложении либо сервисе то есть тут эти директоры выступают в качестве саму айдентити провайдера интегрироваться через актив директор через 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 кабинета на случае с амазона со всеми микросервисами которые требуют получения информации о пользователе верификацию пользователей и получение его информации о его уровне доступа вот те случаи когда сервис поставляет публичный api то есть интерфейс наружу вот применяется также из привязка когнито к айпи гейтвей для ровно того же для ровно той же цели то есть в принципе каждый отдельный endpoint на этом api можно авторизовать с помощью когнито который будет интегрирован с актив директори то есть сам по себе когнито не содержит не хранит информацию о пользователях не управляет и выступает тут посредником вот ровно таким же способом кстати можно привязать и аутентификацию и авторизацию внешних пользователей через другие эти провайдеры кроме актив директор и допустим те провайдеры которые доступны клиентам нашего клиента и ему точно также быть интегрированы здесь и способ один и тот же тот же самый саму протокол это же самый принцип таким образом все новые системы и микросервисы не управляют своими пользователями не хранят информацию о них не занимаются назначением их ролей и премиссии и тем что именно и могут или не могут там делать это все приходит извне из одного центрального места масштабировать это отказовослойчивость естественно очень больная тема и очень важная тут в принципе достаточно стандартные подходы применены для масштабируемости и мы применяем дублирование данных и экземпляров сервисов в региональных зонах то есть если про amazon говорит то регион в амазоне делится на зоны вот и можно разворачивать дублировать экземпляры сервисов и данные в этих зонах таким образом осуществляется масштабируемость и отказовослойчивость в рамках одного основного скажем так региона где обычно та или иная система развернута вот при этом параллельно для масштабных для таскать для того чтобы предотвращать какие-то последствия глобальным более масштабных катастроф например то которые приводят тому что весь дата центра в каком-то регионе перестает быть доступен тут идет онлайн-репликация данных из основного региона в резервный и в этом же резервном регионе развернута вся инфраструктура все сервисы полностью зеркально полностью стоит в том же виде и с теми же в том же состоянии версиями так далее так и на основном регионе но в режиме стандарта есть там эти сервисы не подняты вот а просто лежат и просто развернуты подготовлены к тому чтобы быть запущен таким образом случае какой-то глобальной катастрофы можно в течение короткого времени достаточно то есть это речь идет о нескольких минут а в некоторых случаях несколько может быть десятка минут если как это очень большая система вот развернуть полностью ее на резервном регионе вот и данные там уже лежат то есть данные которые специфицированы с основного региона там уже доступны и таким образом избежать пока им как минимум масштабных потерей данных то есть мы данные могут это могут быть потеряны конечно момент собственно того как когда катастрофа происходит какой-то кусочек данных может потеряться но в общем случае цель такова что эти потери будут минимальными и за очень короткий промежуток времени полностью восстановить работоспособность критически важный бизнес систем то есть это немножечко тут иллюстрировано таким вот простой диаграммы где мы видим два региона основной и вспомогательный в нем каждом регионе живут несколько зон доступности на которых развернуты сами сервисы базы данных кафка кластера и прочие компоненты осуществляется репликация и резервный регион является полной зеркальной копии основного за исключением того что там реально рабочие является только базы вот а все остальное просто подготовлено к быстрому старту вот еще дополнение к этому нельзя не упомянуть о таких аспектах как сборка и развертывания то есть тут тоже важно все максимально унифицировать и сделать удобным для разработчиков и в соответствии с новыми самыми последними веяниями в этой сфере мы применяем дженкингс как оркестратор всех процессов сборки и развертывания terraform применяется для развертывания элементов самой инфраструктуры то есть тут так называемый infrastructure as code вот а анцибл применяется для развертывания самих микросервисов и их конфигурации непосредственно уже на развернутой инфраструктуре и последнее но не менее важный момент это централизованный мониторинг системы и сервисов которые данный момент развернуты тут тоже критически важно для клиента важно понимать в каком состоянии находится сейчас все это зависит от зоопарк сервиса который там сейчас живет вот как он себя чувствует если какие-то проблемы вот и для этого были разработаны четкие стандартные инструменты для логирования непосредственно на уровне самих сервиса и инфраструктуры вот то есть как логируется в каком виде в какой в какой с помощью каких структур формат вот и какие там основные поля должны присутствовать на основании этих данных также формируется набор метрик вот тоже стандартизирован то есть общий набор который экзамен для всех а есть какие-то специфические наборы для определенных видов сервисов и приложений вот и эти метрики формируются на основе этих исходных данных из логов а также дополнение к этому еще могут быть специфические данные отсылаться сервисами дополнение к логам для сбора именно сбора метрик и это все сливается в датадока то есть эта система в local cloud native системах специально сделано для сборки и анализа подобной информации визуализации этой информации в реальном времени или же за какие-то промежутки в прошлом и также в датадоке реализован так называемый алертинг то есть это набор определенных критерий по которым входные данные мы понимаем что когда данные сигнализируют о некой проблеме вот и на основании этих критериев формируется событие которое направляется для соответствующую аудиторию для непосредственно реагирования на те или иные штатные ситуации и эти события в себе содержат всю нужную информацию из исходных данных для понимания того что произошло и где конкретно вплоть до того на каком когда хосте или там или понимаете спаде что-то упало и требует непосредственного вмешательства вот это все тоже сделано и настроен настраиваем настроен настроен на странице датадоги это доступно в принципе инфраструктурной команде поддержки именно самих систем различных это не занимается команда разработки вот это занимается команда клиента успеете специальные люди которые в принципе которому как то куда мы передаем нужное знание и нужные нужный каталог информации о том чтобы они могли самостоятельно проводить первичный мониторинг и первичный анализ каких-либо проблем вот касательно самих микросервисов как они с особенности их реализации в этом случае и развертывание с одной стороны микросервис развертывается на кубернетис этим сейчас никого не удивишь что стандартный подход но при этом кубернетис на амазоне управляется антасом который развернут на google cloud это немножечко может кому-то показаться экзотичным вот но тем не менее это решает целый ряд вопросов в частности такой что систем много они разрабатываются разными командами и для инфраструктурной облачной команды клиента они являются как бы пользователем отсюда первыми пользовательские кластера вот и был разработан процесс унифицированный предоставление таких кластеров соответствующим командам для разработки развертывания своих систем для всех окружений начиная от девы и заканчивая продам для стандартной конфигурации этих кластеров касательно предыдущих моментов по дублированию масштабируем масштабируемости собирания лог логов всевозможных и метрик вот это все этот процесс унифицирован и управление этими кластерами вот реализовано с помощью антаса как один из возможных вариантов и антас в принципе он развернут на google cloud и касательно второй момент который я уже упоминал это multi-tenancy то есть как это реализовано а именно полностью в физическое разделение как самих сервисов по пространственным именом кубернетиса то есть один и тот же сервис который реализует один и тот же функционал может быть развернут в разных пространствах имен эти пространства имен будут относиться к тому или иному клиенту соответственно и данные этих сервисов одних и тех же одинаковых по роду будут тоже разделены в дополнение к этому то есть не только мы разделяем физические данные разных сервисов между собой праздную схема мной еще идентифицировать сервисов по разным клиентам при этом еще присутствует конечно отдельно отдельное пространство имен для нейтральных сервисов такие тоже есть которые не относятся к кому-то к этому клиенту вот но обслуживают те которые относятся как правило это внутренние сервисы которые предоставляют некие услуги для вот уже клиента клиент венской ориентированных и сервис ориентированно на бирже клиента вот к сожалению так как у нас есть такой момент достаточно и различия между разными биржами клиентами то без кастомизации кода некоторых сервисов обойтись пока не может вот и таким образом одни тире сервисы могут существовать разных и постасях разных версиях или форках которые заточены под того или иного клиента но общая цель такого подхода это полностью изолированные окружение и систем в рамках одной и той системы для различных бирж клиентов и возможность добавления даже удаления существующих бирж и систем без того чтобы это каким-то образом влияло на остальных вот ну и теперь перейдем немного тактическим моментам которые проистекают из того что я уже рассказывал раньше то есть очевидно очевидная вещь это то что то что тот функционал который используется у всех сервисов одинаково для тех сервисов общий он реализуется в качестве общее используемых библиотек которые из имеют свой собственный жизненный цикл и свои собственные репозитории вот команды разработки и живут полностью обособленно от собственно самих сервисов которые используют вот это призвано облегчать разработчикам сервисов жизни вот ускорять разработку и улучшать общее качество полученного результата вот и она в себя включает взаимодействие с той же кавкой потому что это подход полностью стандартизирован он модификацию и авторизацию single sign-on функционал то есть он тоже санкризирован если сервисов одинаков вот некоторые абстракции уровня хранения данных и взаимодействия с базами данных и чисто же хибернет ну вот и либо если используются нереализационные данные соответствующие библиотеки вот и у нас есть стандартные подходы к документации restful интерфейсов тех же самых то есть это относится к open api свагеру свои дополнения к этому к этим инструментом для того чтобы стандартизировать документацию чтобы она была представлена в одинаковом виде везде ну и там по мелочи еще множество разных вещей которые тоже тоже везде одинаковые тоже можно переиспользовать вот второй интересный момент здесь это такое такой центральный сервис для управления и хранения конфигурации других сервисов и тут речь идет больше бизнес конфигурации то есть меньше техническая это тоже возможно вот именно о том как так конфигурация которая непосредственно влияет на функционал конкретного сервиса вот это сделано для того чтобы с одной стороны иметь предоставить этим сервисом их экземпляром общий централизованный видение их конфигурации в реальном времени и отекущего состояния а также облегчить жизнь тем же сервисным командам для получения информации о том из одного места как что и где настроен на данный момент вот это тоже такой важный момент который облегчает жизнь как и разработчикам так и и так и принципе командам поддержки вот ну и немножечко перспектива что мы хотим начать делать в обозримом будущем то есть то что сейчас находится пока что находится на стадии идеи а именно по основным управления это конфигурируемые шаблоны микросервисов то есть именно кода для того чтобы свести к минимуму необходимость именно кастомизации микросервисов под различных клиентов и заменить это шаблонными компонентами которые используют некую конфигурацию для того чтобы менять свое поведение в зависимости от него в необходимых границах которые либо полностью исключает либо сводит к минимуму необходимость именно менять сам код то есть тут еще работы очень много и ведь планы таковы что он обозримом будущем мы начнем активно эту идею продвигать и ну что даже формируем отдельную команду для разработки вот такого подхода вот второе направление это генерируемые пользовательские интерфейса так как все-таки большинство систем они пользователи ориентированы и не выполняют однотипные задачи то есть управление данными по сути и вместо того чтобы каждый раз писать однотипный юай грубо говоря для после для различных систем вот очень так выглядит идея привлекательной этот этот процесс автоматизировать то есть по крайней мере на какой-то значительный процент генерить пользовательский интерфейс на основе объектной модели соответствующего предложения как драйвера того чтобы этот интерфейс может делать используя стандартные компоненты элементов оформления самого интерфейса как как механизм для реализации этого интерфейса и пленные шаблоны взаимодействия с пользователем то есть там например как происходит переход между различными экранами подобные вещи вот плюс естественно нужно обозначить некие стандартные точки входа и точки расширения для того чтобы такие сгенерированные интерфейсы можно было каком-то общем общем подходом кастомизировать так или иначе вот то есть это тоже такая масштабная такая инициатива которая мы будем продвигать и которая поможет тоже нам ускорить разработку общем общем и целом новых приложений и миграцию существующих в принципе на этом все вот большое спасибо за внимание если есть вопросы постараюсь на них ответить